друзья всем огромный привет меня давно просили сделать один пирог ну как один в смысле не маленькие пирожки один такой большой но так как сильно большой я не могу сделать потому что у меня все-таки мини печи духовка у меня маленькая и противень у меня вот маленький да я не смогу сделать большой пирог как обычно вот делают пироги сделаем такой средний пирожок но он будет один они кучи маленьких делать буду на моем любимом водяном тесте кто со мной давно они уже знают что такое водяной тесто на воде смотрите ребят беру 125 миллилитров теплой воды в каждом видео напоминаю если у вас мерного стакана нет наливайте по весам 125 грамм уже получится воды да то есть это будет одинаково миллилитр грамма я все проверил будет одинаково ну а если нет весов всегда говорю купить тут уже 3 не дано все смотрите 125 миллилитров теплой воды наливаю в принципе уже сразу в тару где я буду замешивать все это дело наше здесь у меня 5 грамм соли 15 грамм сахарного песка и 10 грамм живых прессованных дрожжей тоже напоминаю если у вас нету прессованных дрожжей всегда помните формулу один к трем если вы живых дрожжей берете какое-то количество да то делите автоматически на три то есть этих надо будет взять ну три с половиной грамм грубо говоря три три с половиной живых 10 сухих три три с половиной грамма формула один к трем не забывайте все высыпаем сразу все это дело сюда где мы будем замешивать 40 грамм или миллилитров растительного масла половину вливаю в замес половинку оставляю и сразу же мы все это дело размешиваем до делаем все без перчаток без лопаток кому не нравится тоже сразу говорю выходим из канала кто будет писать чув сразу всех блокирую все ребят размешиваем все это дело делаю тесто без монтажа чтобы вы видели что это все делается моментально за пять минут тесто замешивается все это быстро все друзья беру муку высшего сорта плюс-минус 220 грамм никогда сразу не забрасывайте всю муку вы можете забить тесто если у вас в рецепте написано 220 лучше в два в два захода мука разная клейковина разная и дк у муки тоже все разное клейковина и дк это все показатели муки да не будем углубляться дальше просто забивать тесто не надо вот смотрите я его делаю не слишком густым не слишком мягким хотя я и люблю работать мягким тестом да если кто-то не любит не умеет не все любят и умеют работать слишком мягким тестом делайте как вы хотите все ребят замесил и теперь вот это оставшееся масло растительное выливаем и все и теперь нам его нужно вмешать в тесто долго я никогда не замешиваю это тесто тут она роли не играет около минутки наверное вмешиваем масло и все тем самым мы даем эластичность тесту улучшаем его качество смотрите смесим месим все и масло почти уже вмешалось все вот даже минуты не прошло а уже все масло я вмешал вот смотрите друзья вот такое вот тесто получается и не сильно мягко и не сильно твердо я люблю работать с таким тестом все смотрите я его оставляю именно там где я его замешивал накрываю я хотите пленкой до хотите там тряпочкой чем хотите что есть все ставьте в какое-нибудь теплое место я сейчас поставлю его на печку накрою поставлю будет он меня расстаиваться ну все тоже спрашивают сколько надо расстаивать это зависит насколько тепло в вашей комнате насколько быстро начнут работать дрожжи 30 минут 40 минут у кого-то час если у кого-то холод ребят это все индивидуально насколько у вас там может быть сквозняки какие-то есть я когда работаю с тестом у меня все закрыто у меня тепло я сейчас поставлю на печку ну 30-40 минут тесто подойдет и все и мы с вами уже дальше продолжим работать пока тесто у нас подходит дорогие друзья товарищи давайте я покажу как я буду делать начинку для пирога так смотрите я делаю по-своему не нравится делайте как вы хотите я делаю как бы вот всегда так и она мне нравится смотрите я для этого пирога у нас же относительно получается немного тесто там 400 плюс минус может быть 400 с чем-то грамм до тесто не очень много но и начинки нам ведро тоже не надо я беру для этого 4 отварных яйца отварил заранее тру их на крупной терке перетираю яйца на крупной терочке вот перетер яйцо до сюда же я добавляю естественно зеленый лук ну там уже кладите ребят как вы хотите да я конечно вам напишу сколько у меня там ушло может быть кто-то любит очень много лука да это как хотите и сюда же я положу жареный лук репчатый обычный вот смотрите видно да пассерованный жареный лучок пассерованный жареный как хотите нарезан мелким кубиком на растительном масле без соли без каких-либо специй все для чего я это делаю но во-первых масло оно нам скрепит всю начинку начинка не будет вылетать плюс начинка будет нежнее и сочнее но я считаю что это вкусно я делаю так вот и положу я сколько две ложки на хватит что ли я просто никогда как бы в граммах не клал когда для себя все это делал сейчас я это все в граммах мне пока сложновато сказать грамма но потом я все напишу потому что я зависел сколько у меня было и сколько останется я вам естественно высчитаю скажу все кладу черный перец обычный и просто солю по вкусу все друзья но естественно я все это перемешиваю и вот это вот начиночку у нас пойдет именно в наш пирожок все ждем когда поднимется тесто и уже продолжим ну что друзья тесто у нас подошло теперь мы рабочую поверхность присыпаем чуть-чуть мукой там где будем работать с тестом до берем делаем из него шарик и этот шарик нам еще раз нужно расстоять второй раз надо дать подняться тесту это обязательно всегда помните друзья условия формулу что тесто почти в каждой выпечки три раза должно расстояться и подняться все кладем его на муку подсыпаем сверху мукой чтобы не ветрило да я никогда ничем не накрываю второй раз подниматься будет гораздо быстрее ну минут 10 12 15 тоже у всех все по-разному все ждем пока расстоится второй раз тесто все друзья тесто постояла расстоялось дальше осталось все самое самое когда простое беру это тесто немножко его руками разминаю переворачиваю и начинаю катать овал в длину сильно тонкая никогда не раскатываю делаю всегда средненько вот друзья смотрите накатал вот такой овальчик может быть в камеру он кажется огромный но нет 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 огромном я не делаю все смотрите раскатал беру нашу начинку и выкладываю ее на одну сторону тесто да все это очень быстро и очень просто и начинка кстати получилось прямо таки как надо прямо таки как надо все разровнял до краев пару сантиметров я не довожу имею ввиду вот здесь вот да тут мы закрывать его будем на половину пирога выложил вернее на половину тесто все теперь закрываем вот этой половиной тесто накрыли придвинули к себе и по краю весь шов закрыли тоненько по краешку сильно уши я большие никогда не делаю уши то есть вот где лепите да все и еще раз пройдусь для надежности а формовать мы его сейчас будем сразу на противне все друзья прошлись заляпали заклеили видите все это моментально делается берем противень кладем наш пирожок на противень и начинаем его уравнять смотрите вот эти вот уши которые все есть нам надо закрыть их внутрь заправить берем вот так и внутрь это все заправляем поняли принцип работы да вот полностью проходимся по всему пирогу получается вот такое дело все теперь даем ему просто форму мы такие пироги кстати на производстве на нашем называли лунтики они как луна все и рукой вот здесь равняем тут вот все равняем да вот смотрите получился идеально ровненький пирожок дальше сразу же беру ножницы делаем прорезь в пироге но это чтобы не вздувались они пропекались лучше все еще раз дал ему форму тут уже пожелаем и смотрите теперь я хочу сделать надрезы по всему пирогу не глубоко делаем надрезики вот так вот от пирога и пошли почему я его переложил если бы я начал это делать на поверхности я бы не смог его переложить уже на противень да все друзья и вот так вот глубоко я не режу то есть не ухожу туда слишком глубоко и вот так вот по всему пирогу тут вот немножко неудобно борта мешает но ничего страшного мы все с моем да вот смотрите такая красота фигурная получается все теперь я это смазываю лизоном просто яйцо и немножко водички смазываю весь наш пирожок будущий лизоном и еще раз оставляю его расстояться еще минут на 10 12 15 тоже у всех по-разному зависит насколько тепло и насколько хорошие дрожжи да все оставляем наш пирожок на расстойку чтобы он увеличился и тогда уже отправим его выпекать ну что пирог вот постоял расстоялся минут 15 наверное у нас стоял теперь я отправляю его естественно выпекать ставить буду в середину вверх вниз а по времени естественно я не скажу все будет зависеть всегда говорю только от мощности вашей духовке у кого-то будет выпекаться 15 минут у кого-то 30 минут у меня будет выпекаться наверное 35 40 потому что у меня мини печи она не такая мощная ребят как определить что выпечка готова но естественно это должно быть красивый золотистый верх и самое главное не сырой не белый низ такой же красивый золотистый низ пирога аккуратненько поднимаем лопаточкой проверяем значит у вас все готово все отправляем выпекать до готовности ну что друзья друг дружа друзья наш пирожочек готов смотрите вот такая вот красота получилась вот только секунду как из печки да смотрите прелесть какая ничего не подгорело не раскрылась не открылась ну как определить что он готов вверх видите красивый да ну и не естественно сейчас мы попробуем ничего не сломать самое главное нет не смогу сейчас мы ему дадим остыть я вам уже покажу давайте сделаем сначала наш любимый глянец беру растительное масло и пока пирожок горячий просто намазываю растительным маслом делаю нашу красивую пресловутую глянцевую поверхность кто-то мне писал мы делаем мажем сиропом сливочным маслом это как хотите ребят по желанию я делаю растительным маслом потому что считаю что все равно сливочное масло она более матовая когда остывает застывает нету того блеска до растительное масло она вот как она есть так она есть она не застывает не остывает как блестела она так и будет блестеть давайте нашему пирожочку мы дадим остыть и с вами разрежем потому что горячую выпечку резать невозможно пирожок немножко друзья остыл конечно же мне не терпится быстрее быстрее его порезать показать вам давайте вот тут вот обещал я не сам показать да все равно он еще горячь него ты я боюсь сломать вот смотрите все пропеклось все шикарно вот так определяется низ давайте порежем ух аромат вообще аромат свежей выпечки от какая-то магия это магия друзья вот смотрите все шикарно пропеклось такой вот мякиш упругий пористый но это все видно до начиночки как надо друзья смотрите сейчас поближе покажу вот все шикарно я думаю начинки больше и не нужно потому что чересчур когда но тоже это не есть хорошо но и есть вероятность что все таки пирог будет рваться смотрите все шикарно друзья все мягко все пористо все пропеклось ничего нигде не сыра друзья что хочу сказать по традиции спасибо вам огромное за ваши просмотры за ваши лайки за ваши комментарии пишите ставьте лайки подписывайтесь на мой дзен канал всем хочу пожелать мирного неба над головой ну и конечно же всем самого-самого приятного аппетита всем пока пока